Приветствую, друзья! Вот мы провели с Романом Газенко сейчас чудесный, я считаю, вебинар. Это не только я так считаю, это все так считают, кто там был. Я рекомендовал, чтобы потом посмотрели его несколько раз, чтобы обратили внимание на моменты, на которые... Момент, когда участвуешь где-то, ты можешь быть только участником, а нам надо быть одновременно участником, как на картине, и его свидетелем. То есть выйти из ситуации и как бы смотреть со стороны. Поэтому хорошо бы посмотреть несколько раз. И вот я специально сделал себе конспект, чтобы сказать для тех, кто не в курсе дела, что на этом вебинаре было. Вот там было, например, обратить внимание, это включить сознание, чтобы не только чувствовать, но и понимать, потому что управлять можно только тем, что осознанно. Видите, как здорово, да? А там это было раскрыто и было видно, что при этом происходит. Второе. Обратить внимание, ну как ярким цветом, например, или светом, или рамой на картине, но универсальным сигналом для всех. Это слово. Да, и третье. О дискретности, где всё по частям, это в материальном мире, измеримом. И непрерывности, и бесконечности, и рациональном, где без времени. Например, в потоке речи, где нет между словами пауз, вот этот фонтан речи, где происходит освобождение от накопившегося для квантового перехода в целостность. О, как здорово! О констатации словом происходящего в душе для адаптации к моменту и перехвату управления от бессознательного к сознанию для управления и условиях такой возможности вне общества, где чего-то нельзя. А в комнате разгрузки, в которой коротко для осознания накопления сил и понимания, как ребёнку, всё можно. Это в комнате разгрузки обнуление твоего мозга, которое всегда с тобой. Ну, посмотрите, как написано. Ну, чтобы понять то, что здесь написано, то, что я сейчас рассказал, то, что я конспектировал для непосвященных, посвящённых, ну, чтобы раскрыть это всё, вот действительно по смыслу, надо действительно посмотреть этот вебинар. Поэтому я рекомендую. Ссылка под видео, посмотрите ещё и описание под видео. Всё это очень интересно и полезно именно сегодня, когда у людей мало времени. Мало времени, чтобы вникать во что-то, чтобы разбираться во что-то, в чём-то, когда потоки информации, когда нами просто манипулируют, там надо сохранять себя, ясность мышления, уметь сопоставлять, то есть быть критичными. Ну, а откуда это брать? Вот эту критику и ориентированность, что психиатрия, например, является критерием психической нормы. Вот и так брать отсюда, и школы, и человек больше, и хомофутурс. Мы поэтому этим и занимаемся, это и даём. Я пригласил Романа ещё раз прийти, потому что мы будем несколько раз так производить, для того, чтобы больше и больше число людей могли открывать для себя себя. себя лично открывать, как творца. Поэтому я не устаю повторять, занимайтесь любимым делом. Чем их больше, тем лучше. Это точки опоры. Там вы одновременно, вот как Роман хорошо сказал на вебинаре, одновременно ты работаешь и отдыхаешь. Потому что работа, в принципе, и отдых. То есть, как он говорил, ой, как он интересно там сказал, но он же психолингвист. Ну, короче, смотрите вебинар, посмотрите его ещё несколько раз, чтобы разгрузиться, выйти на состояние безмятежности, набраться сил и пониманий в этой комнате психологической разгрузки, о которой мы там говорим, которая всегда с тобой. Всегда с тобой. Да. Ты просто об этом не знал. Как это делается? А теперь будешь знать. До встречи, друзья.